Глава восемнадцатая Второй книги Паралипоминон Идти на Ромов Галацкий И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому «Пойдешь ли со мною в Ромов Галацкий?» Тот сказал ему «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну» И сказал Иосафат, царю Израильскому «Вопроси сегодня, что скажет Господь» И собрал царь Израильский пророков четыреста человек и сказал им «Идти ли нам на Ромов Галацкий войною или удержаться?» Они сказали «Иди, и Бог предаст его в руку царя» И сказал Иосафат «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него» И сказал царь Израильский Иосафату «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое» Это Михей, сын Иемвлая И сказал Иосафат «Не говори так, царь» И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая» Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними И сделал себе Сидекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал «Так, — говорит Господь, — сими избадешь, сирьян, до истребления их» И все пророки пророчествовали тоже, говоря «Иди, Наромов Галацкий, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя» Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, из реки и ты добрая» И сказал Михей, — Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то из реку я И пришел он к царю и сказал ему царь «Михей, идти ли нам войною Наромов Галацкий или удержаться?» И сказал тот, — Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши И сказал ему царь, — Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господня Тогда Михей сказал «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря» И сказал Господь, — Нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром И сказал царь израильский Есофату, — Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? И сказал Михей, — Так выслушайте слово Господне Я видел Господа, сидящего на престоле своем И все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его И сказал Господь, — Кто увлек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галацком? И один говорил так, другой говорил иначе И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал Я увлеку его И сказал ему Господь, — Чем? Тот сказал, — Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его И сказал он, — Ты увлечешь его и успеешь Пойди и сделай так И теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста всех пророков твоих Но Господь изрек о тебе недоброе И подошел Сидекия, сын Хенааны, и ударил Михея по щеке и сказал По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей, — Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться И сказал царь израильский, — Возьмите Михея и отведите его к Омону, городоначальнику, и к Иоасу, сыну царя И скажите, — Так, — говорит царь, — Посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире И сказал Михей, — Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня, и сказал, — Слушайте это все люди И пошел царь израильский и Иосафат, царь иудейский, к Рамофу Галацкому И сказал царь израильский Иосафату, — Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды И переоделся царь израильский и вступили в сражение И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказал, — Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним Но Иосафат закричал, и Господь помог ему и отвел их Бог от него И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лад И сказал он вознице, — Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице на супротив сирьян до вечера и умер на закате солнца Иосафат закричал